Католическое от православной отличается тем, что первое трансформируется со временем и с развитием цивилизации. Православное, счастье, что не читают молебны на древнехреческом, не меняются. Ну, есть, я знаю, священники в православной церкви, ну, белорусской, во всяком случае, потому что общался я с какими-то коллегами там. И есть вообще про белорусские, есть те, кто замечательно разговаривает по-белорусскому и ведет службу по-белорусскому, и за белорусскую независимую державу, и затоика Булкашенко сошел. Есть и такие. Але як институция, русская православная церковь, это редкая такая, знаете, это франкенштейн. Потому что, если кто не в курсе, патриархат московский был образован только в 15 веке, да, то есть очень поздно, 15 столетий спустя Папского престола, был образован чисто в политических целях. Потом, фактически, он был на столетие разрушен, потому что Петр Первый, он сделал из церкви просто очередное министерство, был священный этот синод, который был частью просто бюрократической системы, никакого особого отношения к религии не имел. Да, и потом, спустя столетия, только опять попытался вернуться, но уже было поздно. Это все, вот ту историю русской православной церкви знает, это новодел. Русская православная церковь, это новодел. Просто элементарный такой, да, постордынский новодел. И он изначально делался под царей, под царей. Он не существовал как органическая структура, он делался под царей. Вот и все. И образован был этот московский патриархат во время смуты. Это, это продукт смутного времени. Вот. И он так и остался. А потом он был просто казенный отдел при, там, российской короне. Просто объективно. Вот. Где-то у меня даже было на эту тему очень интересное. Я его сохранил. Да, вот это видео. Сейчас, сейчас вам, да, отправлю его, и мы посмотрим. Так. Видео, которое рассказывает историю московского патриархата в нескольких, нескольких минутах. Сейчас, если оно отправится, да. Окей. Вот. Ну, послушайте, это интересно. Я вкладачки в Магилянской академии, можно базу? Так. Вторично две хвилины. Давайте еще скажите, будь ласка, я позвал? Нет, давайте я спочатку скажу, может, значит. Я, да, я. Да, да. Я киянка, культуролог, кафедра культурологии. Вітаю, коллег. Давайте я скажу пару слів, історична база, тому що історія – це політика обернена в минуле. Починати треба з того, в який патріархат в 1988 році вступила Русь. В Константинопольский патріархат. Патріархат, де був московський патріархат, але його не було. Коли він виник, в 1589-му? Чому він виник? Тому що помер Кацар Іван IV, Грозний. І Борис Годунов зрозумів, що треба міняти династію молодого царевича Дмитрия вбили. І для чого потрібен патріарх? Щоб поміняти династію Рюріка Вищих на династію Годунових. Так і сталося, правда, ненадовго. Що було потім? Потім Петро І цей патріархат знищив. В 1700 році помер патріарх, 21 рік не було патріарха. Потім з нашим Фіофаном Прокоповичем вони вирішили цю проблему без патріарха. Далі Катерина ІІ економічну політику, тобто забрала у монастирі все, всю економічну базу і зробила їх остаточно таким, знаєте, бюрократичним підрозділом Російського Православної Церкви. Що було далі? Де взявся патріарх? Февраль, з лютнева революція, Володимир Івич Ленін. Правда, це до нього вже було, зібрався оцей субор, який хотів пановити патріархат. Але, як ви розумієте, Ленін міг би ці збори розігнати, як він розігнав учредительне собрання. Але ні, він дав народу патріарха землю, мир, волю, кінець війни і патріарха. Геніальний хит. Що було потім? Потім цей патріарх Тіхон помер в страшних злитнях, як його переслідували. Не було патріарха. Звідки він взявся? 1943 рок, рік Сталінське політбюро. Я не проти церкви. Я за всі церкви, окрім тоталітарних сект. Хай у нас буде поліфонія, це нормально. Я проти зрадників і колаборантів. Слава ЗСУ і Слава Україні! Слава ЗСУ і Слава Україні! Слава ЗСУ! Я Руслана Вікторівна, Києво-Могилянська Академія. Ну вот, видите, преподаватель Києво-Могилянської Академії в дух словах за одну минуту рассказала, що таке московський патріархат. Патріархат образован только в конце 16 века, вследствие смерти Ивана Грозного, в смутные времена, когда надо было менять династию. А вот Борис Годунов подумал, а давайте я сделаю того патріарха, который благословит мою династию. Все. Ну это конец 16 века. А до этого вселенский патріархат, потому что Русь вступила во вселенский патріархат. И поэтому вселенский патріархат, конечно, и имеет право давать Томасы, в том числе Томас Украинской Православной Церкви. Вот и все. А потом Петр Первый этот патріархат уничтожил, да, был Священный Синод. А потом этот патріархат вернул кто? Владимир Ленин. Ленин. Владимир Ильич. Потом с патріархом там не получилось, его там измучили и убили. И в 43-м году патріарха вернул Сталин. То есть откуда московские патріархи? Годунов, Борис. Ленин и Сталин. Вот три отца московской патріархії. Какие вопросы? Да, ну это то, что касается православия, да, все-таки католицизм, он имеет свою историю, гораздо более глубокую и сложную. Продолжение следует.